Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. Мне 38 тысячи вы. Скажите, пожалуйста, имеет ли для вас какое-то значение возраст, потому что, собственно, вы начинаете сразу с своего возраста и, соответственно, я не могу в данном случае вас не спросить, имеет ли для вас значение возраст. Если имеет, то, соответственно, было бы весьма неплохо понять, какое значение возраста возраст для вас имеет, чтобы понимать в данном случае ваши приоритеты. Потому что сейчас пока что ваши приоритеты, мне кажется, не очень ясны вам само и так далее, но совершенно точно я могу сказать, что если вас волнует ваш возраст, да, если вы как-то вот, условно говоря, обращаете на него, на свой возраст, я имею в виду внимание, то, так или иначе, ему вы какую-то часть своей энергии вероятнее всего отдаете, и если вы отдаете ему какую-то часть своей энергии, то, соответственно, на другую вас энергии попросту может, в принципе, и не оставаться. Так что это момент достаточно такой, я бы сказал, деликатный. Дальше. Вы пишите, мама двоих детей в разводе уже три года. Ну, развод, как правило, является травмой, вот, и травмой довольно-таки серьезной, вот, поэтому необходима проработка травмы, вот, скорее всего, она у вас присутствует, потому что практически ни один раз вот, ну, без травмы не обходится, к сожалению, вот, поэтому тут вот, я бы сказал, что важно уделить этому внимание, да, то есть вот развелись, да, и, ну, соответственно, из-за чего развелись, вот, как вы этот момент для себя пережили, вот, и пережили ли вы его вообще, то есть как бы, вот, может быть, может быть, и нет, да, как бы, вот, ну, может быть, вы до сих пор как-то, вот, живете теми отношениями, вот, сравниваете, там, с мужем и так далее, вот, такое, в принципе, вполне может быть, вот, по крайней мере, довольно часто это происходит. Страшного в этом ничего нет, вот, а как мне кажется, стыдиться этого совершенно точно не нужно, вот, я это говорю на всякий случай, вот, но уделить этому какое-то внимание, какое-то значение, мне кажется, все-таки нужно, вот, особенно если, что-то имеет, какое-то, ну, и если, особенно если, вот, имеет, основания, да, особенно если, ну, у этого, есть какие-то основания. Дальше. В этот период были попытки устроить личную жизнь, а вот, вы говорите, попытки устроить личную жизнь, ну, то есть, ну, то есть, попытки устроить личную жизнь, да, что вы, что вы имеете в виду здесь? То есть, вы имеете в виду, что вам, там, грубо говоря, встретился человек, которому вы, ну, как бы, захотели, для которого вы захотели что-то делать, например, да, или который вам понравился, то есть, как вы, в принципе, вот, вообще пришли к этой идее, что нужно устраивать личную жизнь, там, и что, сейчас, вот, честно говоря, как это выглядит сейчас, да, сейчас это выглядит так, что вы, значит, ну, почувствовав, что с вами что-то не так, за того, что вы, например, одна пригода, да, допустим, ну, к примеру, вот, а вы начинаете устраивать личную жизнь, вот, так, это далеко не самый лучший, как бы, мотиватор, да, это далеко не самый лучший расклад для того, чтобы, собственно говоря, ну, выбрать отношения, вот, к сожалению, поэтому, тут просто вот хотел бы, обратить вот ваше внимание на данный аспект, потому что, мне кажется, это, ну, мне кажется, это важно, мне кажется, это важно. Дальше. Идем. С одним парнем встречалось год, говорил, что любит, но держал дистанцию, когда я пыталась понять, если у нас не будущее или нет, он не счастлив. Ну, вот, вы пытаетесь понять, если с парнем будешь, но не живете, условно говоря, в отношениях. То есть, вы пытаетесь как-то, как-то вот опереться на него, да, пытаетесь как-то вот Honestly, поэтому, например, слушать them через если бы лучше водой этого года. Переложить ответ, например,ون, ва... Ну, по-моему, пожалуйста ты шут за тревоги, по-моему. , к примеру. Вот. Вот, вот. Они vienen в двери. Рисочные газовые... Получается, что вы не самому человеку, ну, как бы, внимание вот, отдаете, да, не самому человеку вы, как бы, свою энергию тратите, не самому человеку вы, грубо говоря, свою энергию тратите, а вы, как бы, много энергии тратите на свою защиту, вот, пытаетесь себя защитить, как бы, то есть пытаетесь себя обезопасить, например, от чего-то. Вот, не то, что это прямо плохо, просто, мне кажется, что вам это, я имею в виду себя обезопасить, вам нужно это делать, как мне кажется, самостоятельно, вот, вам это нужно делать самой, вот, вам нужно самой себя, ну, словно говоря, обеспечить безопасностью, вот, поэтому здесь, как бы, ситуация такова, что почему-то вы, вот, пытаетесь в данном случае обеспечить свое будущее, вот, через человека, то есть именно будущее, не здесь и сейчас, да, а будущее, вот. то есть нет ничего плохого в том, что вы думаете о будущем, но, как бы, вопрос в том, что человек, человек-то другой здесь причем. Так, дальше, попадал скрытый алкоголик, но быстро и без болезни нарастал, но, вот, здесь, как бы, на мой взгляд, чувствуется, что вы выбираете некоторых мужчин, мягко говоря, несостоятельных, мягко говоря, несерьезных, мягко говоря, таких, которые, ну, вот, не могут построить серьезные отношения. Понимаете? И, на мой взгляд, у этого есть причины, на мой взгляд, у этого есть основания, вот, как мне кажется, по крайней мере, вот, мне кажется, у этого есть основания. Какие? Да, например, вы сами можете бояться серьезных отношений, да, по причине неудачного брака, например. Вы сами можете бояться близких отношений, по причине, например, того, что вы не разграничиваете ответственность. Вот. Ну, то есть, просто вам сложно, например, да, как-то вот, разграничиваете, где ваша ответственность, где ответственность, собственно, ну, мужчине и так далее. Вот. Вот. Здесь, опять же, всплывает вопрос о том, из-за чего вы достали все ваши мужа. Вот. Красивый! Вот. так скажем, вашу проблематику, но поскольку вы этого не говорите, а просто перечисляете мужчин, то я могу вам задать следующий вопрос. Вот все мужчины, с которыми вы встречались, все мужчины, как вы к ним относились, то есть, ну вот вам чего-то хотелось для них, например, или нет? Тут вот, на мой взгляд, очень важный аспект, то есть, какие интенции и стремления вы к ним испытывали, к мужчинам? Сейчас встретился видный внешний мужчина, открылся роман, через месяц у меня уже делал предложение, замечу, что имущества у него никакого нет, зарплата ни для среднего, на Москве это мало. То есть, понимаете, как бы, да, вот что у вас здесь как будто бы, вот опять же, вот эта вот попытка себя обезопасить, то есть, вы смотрите на деньги, вы смотрите на доходы, и это неплохо. Я не хочу, чтобы вы думали, что это плохо. Однозначно, да, нет, это неплохо. Но, есть нюансы, на мой взгляд, да, на мой взгляд, есть нюансы. Какой нюанс? Если вам важно или важна финансовая вставляющая, что само по себе неплохо повторюсь, то необходимо это как ценность, да, продвигать. А вы, на мой взгляд, этого почему-то не делаете как раз. То есть, вы вроде бы говорите, что для меня это мало, но поддались на уговоры мужчины жить вместе. Чего-то вам хотелось здесь. И необходимо выяснить, чего вам хотелось. Ну, до этого мне хочется верить, мы сейчас дойдем. Дальше. Соответственно, предложение я не приняла, но настойчиво кланял к тому, что нам пора начать жить вместе, так как область моего жилья я поддалась. Прошло три месяца, и меня начало все в нем раздражать. Ну, вот, раздражение также можно поискодировать, потому что у любого раздражения есть свои причины, да, есть как бы свои основания и соответственно, соответственно. как правило, раздражение означает то, что человек прошел вот слишком близко. Ну, ну, очень сильно, например, нарушил ваши личные границы. Вот. Слишком близко к вам, к вам приблизился. Вот. Как правило. Это про данный аспект. Поэтому. Это может также еще характеризовать то, что вы недовольны. Ну, условно говоря, да, то, что вы недовольны чем-то. Вы пытаетесь это сдерживать, пытаетесь это как-то вот не проявлять, а не проявлять, ну, вероятно не проявлять то есть человек может там, ну, условно говоря, сдерживать себя до какого-то определенного предела только. человек. А по-моему, же как бы взрывал от страны или по-моему, человек такой. Поэтому вот тут, на мой взгляд, вы делаете примерно такой аспект. Если вы себе это посвящаете, что-то игнорируете и достаточно сильный. Дальше. Я поняла, что многое из того, что было сказано о своих амбициях или желаниях роста, было болтание. А у вас есть амбиции и желания роста? У вас. В итоге он платит 50% за квартиру и брадит чуточку на браду, кто приходит с работы, играет в игрушки или беспрерывно курит. Исплеток нашел общий язык моим людьми помогает немного по дому. Но я не могу принять тот факт, что мужчина не может меня обеспечить, что на инструменте ничего не хочет достичь. Вы считаете, что мужчина должен вас обеспечивать. Но опять, если вы считаете, что мужчина должен вас обеспечивать, то вам эту ценность нужно предлагать. Смотреть на подарки, смотреть на душе, то, условно говоря, человек, ну, делает вот для вас, например. Вот. А то получается несколько странно, что вы говорите про одну, а вы говорите про одну. А по факту, кто-то другой получается. Понимаете? По факту-то. Вы говорите, что не можете принять, что мужчина не может вас обеспечить. Супер. А как вы обеспечили? Кто? Чтобы рядом с вами был тот, кто может вас обеспечить. Извините за... Каламбур. Понимаете, да? Поэтому вот, собственно, тут все так однозначно. Дальше. Минут 43. Был женат один раз на женщине. Старше на 7 лет. Брак продолжился недолго. Детей у него нет. Я до сих пор ничего не достиг. Наверное, не судьба. Мне некомфортно отмыслить, что в отпуске я поеду одна. Он финансово не тянет в этом году. Что на жиле, скорее всего, мне придется зарабатывать домой. А это плохо? То есть это несправедливо, вы считаете? В принципе, это и так будет. Тогда вопрос, зачем мужчина в дом? А вы считаете, что мужчина только для того, чтобы зарабатывать деньги или как? То есть как-то вот я хотел бы вот, чтобы вы вот немножечко так более подробно раскрыли ваши, скажем так, приоритеты. А мужчина в доме зачем нужен? Да? Как бы. То есть, ну вот у вас есть, допустим, то, зачем нужен мужчина. Да? К примеру. Ну, по вашему мнению. Это супер. Это супер. Это супер. Это супер. Это супер. Это супер. Уперлась не совсем понятно, что вы имеете в виду. Уперлась, как бы, то есть, ну, если, например, вы говорите про свою реализацию, если вы говорите про, собственно, вот, ну, какие-то достижения, да, например, это одно. Если вы, в принципе, чувствуете себя как-то хуже от того, что у вас нет денег, например, это другое. Действительно, не смотреть, в каком контексте вы говорите про деньги, вот. И какое отношение вы в них вкладываете, потому что, потому что, ну, вообще-то в лигах, ну, как бы, плохого ничего нет и быть не может. Ну, как бы, нравится вам деньги, да, на здоровье, как бы. Ну, то есть, тут немножко, немножко, мне кажется, более глубже ситуация. Ну, более глубоко ситуация расположена. Дальше. Так, может, это вовсе не любовь, это не любовь, простая суперных и страдка, продлилась пару месяцев. Я думаю, скорее всего, это следствие завышенных ваших каких-то требований к себе. По крайней мере, чисто внешне, я бы сказал, чисто внешне, выглядит это вот так, чисто внешне. То есть, именно вот чисто внешне выглядит так, что вы просто к себе очень большие и серьезные, ну, тяжелые, тяжелые для себя предъявляют требования, вот, и деньги вам нужны для того, чтобы этим требованиям, как бы, вроде бы соответствовать, вроде бы и соответствовать, как вы им хотите. Ну, вот, на этого нужен другой человек, вот. Само у вас этого сделать как-то не получается, вот. Поэтому, тут нужно смотреть. Опять же, где речь, например, идет больше про вас? А где речь идет про того, что вы хотите от других? Да? Как бы. Дальше. Дальше идем. Так, последние дни стараюсь заходить из квартиры, к нам приходят с работы или больше про тренингить, меньше раздражаться, приведи его, не могу понять, как себя вести, просить его всех из квартиры, поразнять, а потребляющих в какое-то время может что-то улажиться и обсуждать свои мысли с ним. Или обсуждать свои мысли с ним. Или обсуждать свои мысли с ним. Да, вот, обсуждать свои мысли с ним – это наиболее, как мне кажется, из всех вариантов, наиболее такой, перспективный. Вот. Я бы, я бы так сказал. Вот. Ну, решать этот вопрос, конечно, вам, кроме, пожалуй, только, вот, ну, того, что вы, на мой взгляд, избегаете то, как это выглядит, да, вот, с стороны – это элементы вегана, к сожалению. То есть, как будто вы избегаете, ну, принятия какого-то решения. Вот. Типа вы решение примете, а сейчас вы боитесь ошибиться. Вот. И, соответственно, обращайтесь к нам. Ну, это выглядит, это выглядит вполне логично и вполне, как бы, коррелирует с тем, что вы, с тем, что вы пишите про, вот, свои отношения с мужчинами. Ну, вот. Я бы сказал, по крайней мере. Понимаете? Вполне это, вот, коррелирует. К, ну, ну, к сожалению. То есть, у вас есть трудности вот как раз с принятием решения, как мне кажется. Да, конечно, я могу здесь и быть не прав, потому что все-таки лучше это, ну, уточнить вас. Все-таки лучше убедиться в том, что я прав, например. Обращаюсь к вам таким образом, потому что боюсь зашибиться, и погорячиться в своих поспешных выводах. Может, я уже не смогу с кем-либо учиться. Сможете. Если займитесь с собой, да, займитесь в психотерапии, вот, вполне, вполне сможете. Я не думаю, что, ну, я не думаю, что вы не сможете. Вот честно. Я больше поверю в то, что сможете. Я больше поверю в то, что вы сможете так делать. Просто иногда работа над собой уже, как я понял, к психологу не обращалась, вот. Как бы ни до, ни после, ну, начало этой ситуации, вот. А это очень, очень, очень важно. Ну, и вы сейчас, я понимаю, да, пытаетесь найти выход, вот, как бы, ну, таким образом, вот. Через нас вы пытаетесь найти выход, но правда в том, что Выход вам лучше, эм, ну, найти все-таки домой. Вот. То есть, чтобы, эм, там, психолог только вас, ну, направо, да? Вот. Вот. А чтобы выход, выход вы нашли сам. Вот это было бы, прям, идеально, я бы сказал. Вот. Так, э, в целом, э, ваш страх ошибиться. Понятно. Вот. И вы сможете учиться, в том числе, если, э, ну, парадоксально, парадоксально, наверное, сейчас скажу, вещи, но, если вы, э, то перестанете пытаться с кем-то уживаться, то есть, если вы все-таки больше будете, ну, обращать внимание, например, на то, что вы чувствуете, да, на то, что вам не нравится, к примеру. Вот. А, э, это куда более, э, конструктивнее будет, тогда уживаться не придется. А для вас сейчас, э, э, вот, ну, вот, э, как вы это все представляете, да, что отношения, это вообще, вот, что-то, что-то, прямо, ну, очень, э, э, тяжелое, ну, вот, что-то, прямо, очень, э, такое, вот, прямо, э, трудное. Вот. А я не думаю, что выстраивать отношения тяжело. Их, может быть, тяжело выстраиваться, если человек, вот, к себе не в полной мере внимательным. Вот. Да, в этом случае, вполне, может быть, это и трудно. Но, в остальном, э, э, мне кажется, что, если научиться, вот, научиться, именно, к себе относиться, э, внимательно, а, там, по принципам, вот, э, с удивлением, то есть учиться, вот, удивляться, там, и так далее, да, вот, то, ситуация может быть весьма, 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 и весьма, хорошее слово. Вот. Ну, никогда, в общем и целом, не, в общем и целом, никогда, не, никогда, э, не поздно, э, как бы, э, э, ну, что-то начать менять, вот, в твоей жизни, в том числе, в том числе, в том числе, вот. Вот. Поэтому решать этот вопрос, конечно, вам и только вам, вот, но, на мой взгляд, я бы ответил вам так. Ну, по-моему, ну, по-моему, да. Дальше. Может, это какая-то моя личная психологическая проблема, естественно, не так. Ну, здесь, в принципе, вам, коллега мой, Кудрячев Игорь Леонидович, уже ответил, я могу только подтверждать, сказал, что у вас действительно есть определенная проблема. Вот, хочется верить, что в своем ответе, э, в своем ответе у меня получилось, э, э, ее раскрыть, вот, хотя бы немножечко. Я не претендую на истину, повторюсь, абсолютно, допускаю, что могу ошибаться, вот, но, тем не менее, нужно, нужно разбираться. Как-то так, вот, тем я давал бы, э, вполне, э, хороший, э, позитивный, э, ну, даже, даже, позитивный, э, прогноз, вот, тут, как бы, ну, прогнозы, понятное дело, мы не даем. Вот, ну, просто, все, я бы, э, позитивный, я бы считал, что у вас есть все, э, э, шансы, э, наладить все, вот, ну, для этого нужно, э, э, как мне кажется, вот, для этого необходимо, чтобы вы, э, э, вот, именно начали работу над собой, то есть, чтобы вы занялись психотерапией, вот, чтобы вы, э, начали, э, больше, э, больше внимания уделять, э, э, себе, вот, и, соответственно, тогда, э, э, ситуация, на мой взгляд, имеет все шансы на улучшение, вот. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, желаю вам всего самого доброго и удачи, буду благодарен за обратную, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!